Девушки отдыхают... 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 Кандидаттық диссертациямды жақтап, союз малында аскерге барып, о шерден емгек жа шоуымды баштағап. Андан кейін гөп жылдары чет маммлекеттерді иштеп, Өзгөчі ақырқы 10-13 жылдын ишінде соғыш полуатқан маммлекеттерді иштеп, соғыш полуап, коопсузлық маселелерді ұшу бізден елімізге, Қырғызстан жына бізден регион, Орта-Азияқа жақында парытқан қорқыншыдардың бардың көріп, менің келіп берге талып керіп олғынымдың себебі ұшол маселелерді чекш керек. О, ең негізге мақсадың. Қырған өкен, сағадағы емне өрем деп, ұшында адам айтқан маға бақытты қошу вер деп, жаратқан ұшында топырақты алып адамдың қолына өрет, мұна сенің бақтың деп, мен ұшынымен айтқым келеді, бізден бақтығыз елі біздің қолында, біздің қолығызда, біздің қолыз, ең кім біздің қолып өрбейді, мен бұға ішенен. Добрый вечер, уважаемые друзья. В чем сила? Сила не в том, что кто-то хочет кого-то заставить проголосовать, или же сила не в том, что кто-то хочет купить ваши голоса, а сила в правде, а правда за народом. Я верю, что народ сделает правильный выбор. Рахмат. Спасибо. Антамысе біз бүгін көтере таймаштардың бірінчі раундом баштаевыз. Итак, мы начинаем первый раунд. В этом раунде, как мы уже говорили, уважаемые кандидаты, моим коллегой Алмазом будет озвучена общая тема для обсуждения на кыргызском языке. Алмаз. Рахмат. Бүгін біз кыргызсты линда сөзгулатурган. Маселе бұл кыргызстандың ишке-тышке қоапсуздығы болмақчы. Бүгін дүйнеді авал түнчемес. Арғандай оқиялар болу да. Алс жердеге болған оқиялардың да кыргызстанға елеві тиве қойған жоқ. Ноқшында шартта біз қан тип қорғанышығыз герек, имнеден сақтанышығыз герек, ишке қоапсуздықты қан тип бекемдейбіз, деген өңгіттегі маселерге тоқтылауыз. Бұл раундтың ічінде әскертеге тейін талқу еркін жүрет. Алғач мен сұрауын бергенден кейін, қатарыңыздар менен жеке позицияларды білдіріп чығасындар, анын уақытсы чекте өлемес. Позициялар білдіріліп бүткенден кейін, қаласаңыздар сұрау бересіздер, бұл босы баққа талапкерлерден айтқан ой пікірлеріне қайчы ойларды айтасындар, жанамашқа коментарийлер десақ берген талқу жүргізі мүмкіншілігі бар. Алғач келес ұрауын ұшыл өлкөнін ічіндеге ақвалға бұрып қойып бірейін, бұл Қырғызстандың ічке қоапсуздығын біз бүгін қандай деп бағласақ, болот. Қырғызстандың ічке қоаптуды бүгін бағас ерсек болот. Бүгін тілеке қаршы арқанда болуатқан процестерге біз жақшы саресеп салалбай, ошығы алдынала іш араларды көр албайтауыз десек болот. Мұнан бірден бір септілігі біздің туыра мес жүргізген бүгін атайын қызматтарда, Сегодня речь будет о том, что мы в нашем направлении. Продолжение следует... 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 Но в то же время мировая цена 350. Почему государство нам не способствует продавать нашу продукцию по мировым ценам? Я думаю, за счет создания агропромышленной биржи можно было бы решать такие проблемы. Сухофрукты. Сегодня граждане Таджикстана закупают наши сухофрукты и поставляют в Россию. Почему государство не берет ответственность и не помогает своему населению продвигать свою продукцию? Я думаю, за счет реализации таких программ можно решить проблему безработицы. Спасибо. Арслан Бекасимакунович, пожалуйста. Уважаемые соотечественники, хотел бы вам сказать всю правду, которая есть в данном вопросе. Безработица – это проблема второстепенная по сравнению с тем, откуда она возникает. Я хотел вам показать. Она возникает из двух причин. Первая причина, как ни странно, это выборы. Вот там кроется безработица наша, потому что там коррупция. Разного рода денежные люди, имеющие деньги в кармане, базаркомы и различного рода, еще неизвестно откуда взявшие деньги, собираются перед выборами, создают какую-то партию на пять минут, выиграют выборы и сидят в парламенте, потом делят портфели, вплоть до уборщицы. Вот где кроется наша, так сказать, безработица. Почему? Потому что они не заинтересованы в том, чтобы защищать честь людей и защищать интересы каждого человека. Они заинтересованы только в том, чтобы вернуть свои деньги или их увеличить и иметь власть. Две вещи они в этом преследуют. Кроме того, должен заявить, что в моей программе, которая называется «Справедливость и порядочность», мы приведем в страну справедливость и порядочность. У нас нет сегодня справедливости и нет порядочности между людьми, потому что мы все это теряем. Мы продаем это все за деньги, за какие-то тысячи сом. Пусть будет даже больше, 3-4-5 тысяч сом. Даже сейчас поговорят и 8 тысяч сом. Почему мы продаем так дешево? Потому что надо думать, что мы продаем. Но если надо требовать от них, чтобы они хотят нас купить, наши голоса, это дешево они хотят купить. Пусть покупают нам, строят дороги, строят школы, детсады, больницы, дают хорошее образование качественное, дают хорошее медицинское образование. Вот где кроется наша, так сказать, вся плохая жизнь. Видите, безработица на скрыта. В том числе наша кредитно-финансовая система работает очень-очень плохо, неэффективно. Мы же имеем команду, которая способна выдвинуть программу, чтобы наши кредиты были очень дешевыми, длинными. Потому что мы не имеем сегодня в стране достаточных средств, таких длинных денег. А мы сделаем, чтобы на основе эффективности нашей работы с нашими золотыми валютными резервами, мы снизим процентные ставки для коммерческих банков. На основе этого начнется подниматься экономика. В нашей программе справедливость и порядочность в центре внимания не народ, а человек. Потому что когда опираются на народ, это неизвестно, это три человека, сто человек, тысячу или миллион. А мы опираемся на личность, на человека, где мы должны решать проблемы каждого человека в отдельности. И я это буду решать, когда буду президентом. Я встречусь с каждым, кто хочет встретиться со мной. Я не буду сидеть в кабинете и протирать штаны. Мне не нужно будет переезжать в резиденцию. Я буду жить в своей же квартире. Я буду наводить порядок на местах. Мне не нужны охранники, потому что я ничего не воровал. Никого не боюсь, потому что я ничего плохого не делал людям. Почему мне нужны эти охранники? У меня не будет, к тому же даже и водитель, если нужно будет, я сам буду ездить. Или, как называется, шопура. Другими словами, я должен сказать, что очень много проблем наших кроется в выборах. Вы очень дешево не продаваете свои голоса. Вы потребуете от кандидатов, чтобы они вот это делали. Не только перед выборами, а всегда. А какое лекарство от этого? Лекарство от этого только проведение выборов на основе бюджета. С бюджета должно финансироваться, а не с кармана богатых людей. Разные выборы, в том числе президентские. Вы посмотрите, один баннер стоит 500 долларов. От 500 долларов до 4000 долларов один баннер стоит. Минута на КТР, которую мы сегодня используем, нам дали, спасибо государству, что только дало возможность, стоит 34 тысячи сомов. Вы посчитайте, сколько времени они дают рекламы, откуда взяли эти деньги, и какие большие деньги они тратят для того, чтобы купить ваши голоса. Понимаете? Они ничего не жалеют, чтобы завтра обеспечить себе нормальную, хорошую такую жизнь. А сегодня они будут обещать и горы вам. И будут все, что угодно обещать. Не верьте им. Они врут вам, лгут. Спасибо. Спасибо. Таладбек Шамадинович, пожалуйста. Уважаемые соотечественники, кыргызстанцы, мы говорим о проблеме безработицы. Да, можно предложить много программ, совершенно новых, инновационных программ, которые мы пишем на бумаге, объявляем об этом нашему народу, но ничего не притворяется. Что происходит? У нас есть разные сектора экономики, если посмотреть. Есть сельское хозяйство, где можно строить агропромышленные комплексы с поддержкой государства. Можно строить логистические базы, потому что наша страна маленькая, 6 миллионов. Кто-то говорит, нужно строить большие промышленные объекты. Эти промышленные объекты построить, как мы будем конкурировать с большими государствами. У нас на сегодняшний день свыше миллиона молодых людей, девушек и парней, и среднего возраста, которые находятся в вынужденной миграции. Это вынужденная миграция. Условия. Они работают в России, в Казахстане, в странах дальнего зарубежья. Я не думаю, что у них прекрасные условия. Я не думаю, что они ушли отсюда, потому что такая прекрасная жизнь здесь. Это значит, что на протяжении многих-многих лет государственные структуры обманывали народ. Они говорили о прекрасной жизни, что мы двигаемся вперед, давали статистические данные, но ни в коем случае в реале жизнь не двигается. В реале у нас нет продвижения вперед. Пойдите в районы, посмотрите, что происходит. Я согласен с коллегами, которые говорили о банковской системе, финансовой системе сегодняшнего дня. Это что такое? Что происходит у нас здесь? Люди, практически банки, обогащаются за счет населения. Международные организации выделяют средства на поддержку сельского хозяйства, чтобы народ начал трудиться. Они, получая эти финансы под малые проценты, выдают за 30 с лишним процентов годовых. Это что такое? Почему международные организации допускают это? Почему государственные структуры позволяют этому происходить? Я думаю, абсолютно верно, что все эти нерешенные социально-экономические проблемы сегодняшнего дня, они связаны, завязаны на том, что у нас не работает государственная система. У нас нет ответственности государственных чиновников. Посмотрите, пожалуйста, я не хочу критиковать и далек от того, чтобы называть какие-то фамилии, но, извините меня, один человек, который находится в стране, при такой системе, он не может отвечать за все. Значит, система неприемлема. Система не работает. Значит, команда у этого человека слабая. Значит, команда не имеет опыта и не имеет знаний. И это нам нужно решать всем вместе. Значит, нет ответственности людей, которые должны были эти вопросы решать уже давным-давно. 21 век. Куда мы идем с вами? Что происходит? Посмотрите, когда мы говорим о дорогах, можно было бы строить дороги. Вот я совсем недавно был в Чаеке, в Джумгале. 121 километр дороги с Почкорки до Джумгала я проехал за 3 часа. 121 километр. Что это такое? С советского времени никто не построил эту дорогу. Хотя обещали все президенты и все правительства. Каждый, кто из них приходит. То есть, посмотрите, если у нас нет инфраструктуры, если у нас не работают законы на местах, если у нас нет ответственности за то, что госчиновники не выполняют или выполняют плохо, то к нам никогда не придет большой инвестор. Ни государственный, правительственный, ни частный. Они не верят нам. Нет доверия к нам. У нас нет, не только в социально-экономических вопросах, и во всех других вопросах у нас шарахание происходит из стороны в сторону. У нас нет четкой программы, куда мы идем, для чего мы идем, с кем мы идем, где должны быть учтены все национальные наши интересы, наши особенности нашего общества, многонационального киргизского общества. Поэтому однозначно для того, чтобы решить вопросы безработицы, программ можно придумать очень много. Но пока не решим вопрос ответственности и не поставим закон во главу угла, эти вопросы решаться не будут. Я думаю, для того, чтобы маленькая страна развивалась, мы можем брать примеры с разных стран ближнего, дальнего зарубежья. Наши соседи развиваются, понимаете? Посмотрите на страны Юго-Восточной Азии. Я думаю, нужно абсолютно четко подходить к вопросам образования. У нас нужна совершенно другая система, банковская. И у нас необходимо решение. Но с самого начала мы должны поставить закон на место. Спасибо. Спасибо. Тимир Арбенбаевич. Да, спасибо. Действительно, сегодня самая большая проблема – это проблема безработицы. И мы должны глубоко понимать. Вообще государственное управление, государство – это непростой вопрос. Это не просто так. Вот сегодня сказал красивые слова, и все это завтра будет решаться. Нужно четкое понимание, что происходит, где мы находимся. Это у нас есть. В частности, у меня это есть. У меня есть хорошая программа, короткая, реальная. В то же время есть очень хорошая команда, которая может это делать. Что касается безработицы. Первоначально нам нужно понимание, как мы будем это решать. Значит, нужна будет государственная программа по созданию рабочих мест. Это первое. Второе. Мы должны создать хорошие условия для привлечения инвестиций. Без инвестиций рабочие места не будут создаваться. Они могут быть и внутренние, и внешние. Именно они будут создавать рабочие места. И производимые товары будут конкурировать. Просто красивыми словами мы здесь ничего не сделаем. Третье. Нужна политическая стабильность. Человек, который вкладывает деньги, он должен быть уверен, что его собственность, его деньги будут защищены законом и конституцией. Никто не будет посягаться. Если этого мы не будем делать, у нас ничего не изменится. Поверьте мне, я работал и министром финансов, и министром экономики, и премьер-министром, я достаточно глубоко понимаю и знаю, как нужно делать. Мы очень многое начали. Нельзя говорить, что у нас там все плохо. Мы очень многое начали. Но есть проблемы, а я их знаю, как нужно решать. И вот в этом направлении нам надо работать. В этом направлении нам надо работать. Мы должны развивать и прощупать рынок, что мы будем производить и куда мы будем продавать. Поэтому я вот будучи министром экономики проводил, а потом уже премьер-министром подписал о вхождении и в Российский экономический союз. Тем самым мы открыли очень большой рынок для наших товаров. Но мы должны понимать, какой сегмент это наше. Мы по объемам не можем конкурировать ни с Казахстаном, ни с Китаем, ни с Россией. Но у нас есть уникальная возможность производить экологически чистую продукцию и продавать в 3-10 раз дороже на рынке России, Казахстана и даже идти на Европу. Вот этот вот момент нам надо обязательно понимать. Третье или четвертое направление – это IT-технологии. Вот в свое время я поддержал, создал, потом помог по парку высоких технологий. И вы знаете, сколько идет рост ежегодно? В 3-5 раз идет рост. В 5 раз – это 400-500% идет рост. Вот где наш потенциал. Потому что сегодня время диктует, что завтра в мире будет цифровая экономика. И мы к этому должны быть готовы. Пятое – это туризм. Тоже будут тысячи и тысячи рабочих мест создаваться. Мы должны понимать, есть отрасли с высокой добавленной стоимостью, которые будут давать большие доходы. А есть отрасли, которые будут обеспечивать рабочими местами, такие как швейная и текстильная промышленность. Вот куда мы должны направить наши усилия. Вот то есть нужно глубокое понимание нашей экономики, рынка, мирового рынка, нашего сегмента. Как мы будем двигать, как будет логистика развиваться, как будут создаваться логистические центры. И чем мы будем иметь бренд Кыргызстана. Вот это вот у нас есть. И в этом есть глубокое понимание. Есть сильная команда. Я могу сказать, что очень многое было начато. И я готов это продолжить. Спасибо, уважаемые кандидаты. Я напоминаю, что этот раунд у нас также проходит в формате свободной дискуссии. Есть у кого-то вопросы друг к другу, комментарии, возражения? Пожалуйста. Возможно, на русском. Возможно, на русском. Кыргыз Улутындағы жарандар болғандығы үшін мен қайрылы учасағым келіп тұрады. Алар айтып отады, біз тачадық, біз өз мекенімізге барып қызмат қылғыз келеттейді. Біз емне қылсақ болотты. Алар бүгін 10 минь сомнан күніні айына жөнетсі, ақча жөнеткен болса, үй білесіні бір жылда 100 жигірма мін, 5 жылда 600 минь сом ақча жүверіп отады. Бірок, ұшыл бұл жақта ақча алған туғандары, атейнелері, балачақалары 5 жылда бір жолы келіп 2000 сомн берсе. Жолы сом ұшыл 25 жылдан бері қызматта жүріп, ұшыл авалға салған мигранттарға емні үшін доуш беріп отады. Ошына бізден атейнелерге, балачақаларға бір туғандарға айтып қойыңыз дейді. Ошыл 5 жылда бір жолы келіп, 2000-3000 сомн берсе бізден тақдырывызды сатпасын. Жигірма 5 жылдан бер арқандай қызматтарда жүріп, анан бүйгін ұшыл Асмандан түшіп қалғандай келіп тұрып, біз жақшы күлі біреуіз дегендерге ішембесін, бір жақшы тандыу жасасын деп, қарылған мен ұшыл Аманат үшілді бүгін әлдерге жеткерпоуына турат ештім. Дорогие сочетесінікі, как я уже ранее говорил, что выборы должны проходить за счет бюджета. Что это значит? Это значит, что кандидаты или кандидат не могут собирать на стадионах десятки тысяч любей за деньги, там произнести речь, поставить концерт, и не выслушав их вопросов и их пожеланий, уезжают. Такого не должно быть. Если хотите, значит, на телевидении, пожалуйста, это пускай будут дебаты. Если хотите на стадионе, то, пожалуйста, это будет, чтобы все кандидаты были там. Так же на телевидении, так же на стадионе. Другими словами, мы должны равные условия создать всем кандидатам, не только президентам, но и депутатским. Мы в дальнейшем должны сказать, что мы разработали этот закон. Этот закон у нас сегодня есть. Мы дали его в Минюз, но министерство и юстиции не хочут принимать его, потому что власти, наверное, выгодно, чтобы денежные люди пришли к власти. Или они не потеряли свою власть. Мы не должны сегодня радоваться тому, что у нас, мы договорились с Россией и с другими странами, что много у нас гастарбайтеров. Нет, это наша беда, мы должны плакать здесь, потому что гастарбайтеры, они должны быть счастливыми не в разрыве от семей, а здесь у нас в стране, в Кыргызской республике, чтобы мы создавали места. И чтобы они здесь заработали, здесь были счастливы, а не где-то на чужбине. Происходит дальнейшее обнищание наших граждан. Богатые богатеют, бедные беднеют. Вы посмотрите, что творится сейчас на улице. Каких только шикарных домов вы не строите сегодня в Бишкеке и в разных городах Кыргызской республики. И в то же время сколько бездомных у нас, безземельных, так сказать, чтобы построить себе дом. А если у них есть земля и так далее, то у них нет средств для этого строительства. Другими словами, сегодня у нас в стране воцарилась власть только для богатых. То есть принцип, если ты богатый, то у тебя и власть, и доступ к деньгам. Посмотрите, один из кандидатов получил 17 миллионов долларов. Это почти 2 миллиарда сомов одному кандидату, когда вся страна в нищете живет. Мы также хотим сказать, что все кандидаты, которые баллотируются куда бы ни угодно, чтобы имели равные права только через бюджет. Никто не имел доступа к информации, если в газетной полосе, то в газете тоже были равные условия. Одновременно я хочу сказать, что наша команда разработала стратегию перехода на цифровую экономику. Вот она программа. Мы послали в аппарат президента, мы послали в правительство. Ноль эмоций. Ноль эмоций. Они сейчас говорят, что делают программу тазаком. Вот программа в течение трех лет, мы переведем страну на цифровую экономику. Готовая программа. Когда Wi-Fi будет не 150 метров, а 150 километров. Когда мы не будем нуждаться в сырьевых ресурсах, потому что заработает цифровая экономика, у нас появится возможность экспортировать в соседние страны нашу продукцию. Появятся новые рабочие места. Вот где-то скроется безработица. Каким образом мы будем бороться. А то, что сегодня у нас делается в этом вопросе, это просто старые вопросы, которые ООН уже давно разработала и советовала внедрить. Спасибо. Спасибо. Да. Вы знаете, дорогие соотечественники, я подписываюсь практически под каждым словом моих коллег, которые произнесли здесь свои взгляды по поводу решения вопросов занятости, безработицы и социально-экономических проблем. Опять возвращаюсь. Как мы эти вопросы решать будем? Темир Мирза сказал, что да, это сложно. Я согласен, что это сложно, время требует. Но сколько можно? 26 лет? Сколько можно времени давать? Сколько можно правительств менять? Сколько можно? 30-й премьер-министр сегодня. Ни один из премьер-министров не ответил за те вопросы, которые он должен был решать. Ни один. Что происходит? Кадровая политика. То есть мы все эти вопросы, я согласен с вами, мы можем решить эти вопросы. Мы можем объединиться, создать действительно хороший пул прекрасных экспертов, специалистов, профессионалов, наших своих граждан, которые получили образование в дальнем зарубежье, близнем зарубежье, которые работают в дальних странах и, вы знаете, работают на хороших местах. Но они не могут сюда приехать. Каждый из каргастанцев хочет вернуться домой, работать. Но у нас не созданы условия, потому что поступить на работу нужно дать взятку. У нас ни один вопрос не решается без взятки. Коррупция, это вообще она съела изнутри нашего общества. Сколько можно терпеть это все? Я не знаю. Сколько можно вообще рассматривать эти вопросы? Вы посмотрите, кто у нас приходит, государственные служащие. Я думаю абсолютно, если бы люди бы отвечали за свои деяния, если бы закон наказывал бы всех, другое дело. Посмотрите, мы говорим о рабочих местах, о том, что в бюджете дефицит, что у нас денег не хватает. Поговорите, пожалуйста, с работниками таможни. Более 60% таможенных пошлин проходит мимо казны. Что это такое? И все об этом знают. Все прекрасно живут. Более 50% налоговых сборов проходит мимо казны. Это что? Это воровство. И это нужно признать. Я думаю, как больно бы не было, мы не хотим хаять свою страну. Мы гордимся тем, что у нас Кыргызстан, у нас прекрасный народ, у нас прекрасные гибкие люди, которые учатся быстро всему инновационному. Можно принести все эти программы, можно притворить жизнь, но мы этого не сделаем никогда, пока мы не решим вопрос коррупции в стране. И это самое главное, самый главный монстр, который разъедает наше общество на сегодняшний день изнутри. Пойдите, пожалуйста, в любые органы государственные. Ни один вопрос, это я вот последние три года нахожусь у себя в стране, я обращался куда угодно, от имени своих родственников, по своим вопросам. Ни один государственный орган не решает вопрос без денег. Ни один. И все привыкли с этим. Люди, которые хотят жить честно, они уезжают из страны. Я езжу на такси достаточно часто и спрашиваю молодых ребят, которые сидят за рулем. Каждый из них говорит, вы знаете, в Байке, очень сложно жить стал, лучше уехать отсюда. Вы знаете, очень сложно жить стал, лучше уехать. Некоторые уже уехали в Россию, где были сложные обстоятельства и условия, вернулись назад и говорят, вы знаете, лучше те сложные условия, чем те, которые у нас здесь дома. То есть я вам говорю, проблема занятости, социально-экономические вопросы, все можно решить. Я согласен с вами и со всеми с вами. Но пока мы не приведем этот вопрос, то есть законность на место, пока мы не решим вопрос коррупции, а эти вопросы решаться не будут, вопрос коррупции должен решаться через люстрацию. Нужно приводить готовые, профессиональные, чистые кадры. Хватит, сколько можно терпеть вот тех людей, которые сидят на государственных должностях, проедают, вы знаете, деньги, которые платит наш народ, получают высокие заработные платы, ездят на прекрасных машинах, живут в прекрасных домах, тратят по несколько тысяч долларов их дети в день. А когда народ обнищал. И нищает дальше, обнищает. Понимаете, эти вопросы нужно решать однозначно. Я думаю, начало время. Можете сказать, у вас буквально осталось 33 секунды, вот конкретные шаги в вашей программе. Вопрос иллюстрации раз, и вопрос коррупции решать, нужно вводить вот то закон, но он должен быть доработан. Я думаю, пример можно брать с Сингапура. На сегодняшний день самое лучшее электронное правительство, это правительство в Сингапуре. То есть человек, гражданский лицо, он не должен вступать во взаимодействие с государственным чиновником, чтобы не было возможности вот эти вот коррупционные схемы и коррупционные вопросы решать там. Поэтому только люстрация, нужно кадровую политику менять сегодня, нужно приводить молодых людей с дальнего зарубежья, с ближнего зарубежья, тех, которые здесь не могут работать. Да, Латбек Шамандинович, оставьте время еще для... Вы вот сказали, что ни один премьер не ответил по итогам своей деятельности, но вот рядом с вами бывший премьер-министр Тимир Радзимович, что можете ответить? Спасибо. В принципе, проблема непростая. Надо понимать, я как и сказал, надо глубоко. И надо их системно решать. Я вот сейчас приведу несколько примеров, будучи премьер-министром, я какие шаги предпринимал. Первое. В 2015 году, будучи премьером, я подписал перевести все государственные закупки на электронные варианты, на онлайн-режим. Это был первый шаг. За полгода мы сумели сэкономить 3 миллиарда сомов только по линии госзакупки. Второе. Когда еще будучи министром экономики, я инициировал закон о недрах, где теперь все наши недра будут уходить или выдаваться только через конкурс или аукцион, оно принесло 130 миллионов долларов. Такого еще никогда не было. Что за каждое месторождение, кто хочет разрабатывать, он платит государству деньги. Раньше платили в карман. Третье. Строительство школ. Мы ежегодно строим школы. Когда я посмотрел, школы, стоимость квадратного метра от 400 долларов до 800 долларов было. Хотя школы все одинаковые. Я принял новые стандарты, ввел новую схему. Согласно этого, школа сейчас строится квадратный метр не больше, чем 450 долларов за один квадрат. То есть здесь тоже идет огромная-огромная экономия. Простой пример. Вот Балакши-Курумду, где вот в свое время поднял депутат Шум и где он находится, мы сегодня знаем. За счет проведения открытого тендера, который я сказал, что это должен быть честный тендер, один километр дороги строится за 733 тысячи долларов. Для примера могу сказать. Дорога альтернативная юг-север от полтора миллиона долларов за один километр до трех с половиной долларов. Вот Харабалта-Бишкек только подписали, начали строить. Там полтора миллиона долларов в километр. Смотрите, в два раза дешевле. То есть нужны не просто лозунги, не просто слова, а конкретное действие. Вот такие действия я предпринял. И самое главное, чтобы создать рабочие места, чтобы привлекать инвесторов, чтобы создавать рабочие, новые рабочие места и добавленные продукты, нам нужна прежде всего политическая стабильность. Я согласен. Вот сегодня, придя в парламент, вы увидите, 60-70 процентов там сидят бизнесмены. Я, когда получу мандат от народа, президента, разделю. Если ты будешь заниматься бизнесом, ты не должен идти в политику. Если ты в политике, то оставь бизнес. Не будешь на двух столях сидеть. Это основа основ. Это первое. Второе. Нужна четкая декларация. А я это предлагал еще будучи министром экономики. Мы даже омиссию капитала сделали. Но, к сожалению, не все поверили этому бизнесмены. Декларация нужна не только доходов, но и декларация нужна расходов. Есть категория людей, начиная от президента, депутата, министры, акима, губернаторы, прокуроры, суды, милиция, начальники. Все они должны заполнять декларацию. Эта декларация должна очень тщательно проверяться. Не только, как говорят, доходы, но и расходы. Вот такими вот путями, системными путями, системным подходом, решая те проблемы, коррупционные схемы, ликвидируя, мы можем снизить коррупцию и в то же время создать благоприятные условия для развития нашей экономики. Экономика есть. Народ хочет работать. Нам надо возвращать наших граждан, мы их приглашаем, я пользуюсь случаем, буду приглашать всех наших граждан, которые хочут вернуться и которые хочут здесь работать. В моей программе это не просто ловнинги. Я заканчиваю. Прохват. Спасибо. Улыбек Тойчубаевич, у вас еще есть 9,5 минут, то есть 2,5 до конца раунда. В таком случае вам вопрос и также Арсенбеку Косомаконовичу. И все-таки что должно лежать в основе комплексной системы социально-экономических отношений? То есть она также включает в себя и поддержку лиц с ограниченными возможностями здоровья, и поддержку матерей, которые ухаживают за детьми с ограниченными возможностями здоровья. То есть улучшение социальной защиты, социального обеспечения граждан. Я согласен с Тимиром Аргимбаевичем с тем, что в части того, что бизнес надо отделить от госуправления. Но, к сожалению, когда Тимир Аргимбаевич находился на посту премьер-министра экономики, правительством было принято постановление, 436-е постановление от 2013 года, когда 34 компании, которые принадлежат нашим министрам, нашим депутатам, были освобождены от налогов. Когда мы рассматривали бюджет 2014 года, 3 миллиарда 700 миллионов сомов не поступило в доходную часть бюджета. Из них 1 миллиард 800 именно из-за вот этого постановления. Я полностью согласен, что сегодня надо бизнес отделять от госуправления. Бизнесмены сегодня приходят и свои фирмы лоббируют. Они создают для своих фирм условия, а не для всего бизнеса. Я думаю, что бизнесмен должен заниматься бизнесом, госуправлением должен заниматься государственник. К сожалению, этого сегодня у нас нет. Я думаю, что мы должны прекратить вот эту практику, когда во власть, в парламент приходят только денежные люди. Арслан Малиев правильно сказал. Сегодня у нас созданы на законодательном уровне такие условия. Отныне во власть в Кыргызстане не могут попасть простые люди. В парламент не смогут теперь прийти простые учителя, простые доктора, простые фермеры, крестьяне. Сегодня, чтобы пройти в парламент, нужно сотни тысяч долларов заплатить в бюджет этой партии. Сегодня, чтобы устроиться на государственные должности, нужно иметь не знание, не опыт, а большую сумму денег, чтобы устроиться. И как вы думаете, они будут думать о народе? Они будут думать над проблемой простых народов, как решать вопросы безработицы? Они сегодня работают только по защите своих интересов, по защите своих фирм, по созданию условий для своих фирм. У нас в парламенте был принят закон, согласно которому отдельные наши депутаты приняли закон и освободили свою продукцию, импортную продукцию от НДС. И вот таких я могу привести не один факт. Поэтому сегодня, если мы хотим действительно решить вопросы безработицы, мы должны создавать в общем для бизнеса условия, а не для отдельных людей, не для тех людей, которые находятся сегодня во власти. И все-таки, что вы предлагаете конкретно для развития системы соцзащиты населения? Вопрос состоял в этом. Пожалуйста. Что мы предлагаем? Сегодня наша экономическая программа, она называется «Справедливая экономика без расставщичества». Возьмем моральную часть, этическую часть этого вопроса. Даже в святых писаниях приводится, что расставщичество – это грех, лихва – это грех. И мы сегодня… Основная проблема в том, что мы все в долгах, весь народ в долгах. И сегодня у нас созданы такие условия, что Кыргызстан не может развиваться. И нам нужно поменять вот эту систему, политику, денежно-кредитную политику. Мы должны построить экономику без расставщичества. Сегодня эта система успешно работает в том же Китае. Сегодня ни один кредит, ни один бизнесмен не получает под проценты. Сегодня у меня время. Арслан Бекасым Акунович. Спасибо. Уважаемые граждане Кыргызской республики. Вопрос социальной поддержки очень важный и актуальный. Но я должен вам чуть-чуть сказать правду, что этот вопрос не решится, пока не будет работать экономика. Вы также будете оставаться бедными, вы также будете оставаться нуждающими при любом президенте. Потому что система у нас неправильно сказала. Как я сказал выше, надо изменить подход к выборам. Чтобы выборы проходили справедливо, чтобы приходили люди уже нормальные, честные люди приходили, работающие. Мы будем это делать. Если я буду президентом, я это сделаю. Более того, я переведу на контрактную систему всех чиновников, включая президентский аппарат. Так как там заложен фонд зарплаты, этот фонд зарплаты расписывается на каждого человека и дается ему задание конкретное. Справился работа, не справился до свидания. То есть контрактная система. Но над сетей должен быть контроль. Над президентом, над парламентом, над правительством. Это надо нам вводить. Институт Курултая срочный порядок. Продолжение следует... Уважаемые сторонники кандидатов, пожалуйста, занимайте свои места. Присаживайтесь. Продолжение следует... И мы начинаем третий раунд. Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 составляла от 3 от 30 тысяч и выше через поднятие нашей экономики спасибо талабик шамудинович пожалуйста ваш выбор спасибо пятый вопрос пятый вопрос вот мой вопрос президентом в будущем как вы будете помогать детям сиротам вы знаете это очень большая программа детям сиротам чтобы помочь наверное необходимо чтобы государственные структуры занимались своими вопросами это вы знаете не только дети дети это самое большое что у нас есть проблема потому что даже миграция люди уезжают в дальние или ближние зарубежья оставляет своих детей есть малоимущие семьи у которых детям не хватает ничего то есть чтобы решать эти проблемы нам необходимо естественно решать вопросы экономики но как можно решать эти вопросы экономики как можно решать эти проблемы если на местах у нас есть такие кадры которые только говорят и декларируют о том о красивых популистских вещах но на самом деле движение решения нет на местах не к потому что у нас совершенно все перевернуто место все стоит нужно Нужно вернуть это все с головы на ноги, потому что система вся не работает. Чтобы решить, вот правильно сказал Тимир Арахамович, что экономику. Экономику да, мы все это понимаем, но куда бы вы ни ткнулись, этот вопрос все равно решаться не будет, пока мы эту систему на место не поставим и ответственность тоже. А для этого нужно решать вопросы, самые большие вопросы, которые никто практически на сегодняшний день не затрагивает из власти имущих, они все молчат, потому что им удобно. Коррупция, коррупция и еще раз коррупция. Без решения этого вопроса никакие вопросы, ни экономические, ни социально-экономические решаться не будут. Нужно наказывать людей за эти деяния. Спасибо. Спасибо. Прежде 12 номер. 12. 12. 12. Здравствуйте. Я хотела бы узнать, что вы сделаете, чтобы улучшить сферу туризма в Кыргызстане. Какие меры действий и так далее у вас будут. Спасибо нашей жительнице за очень хороший, интересный вопрос. Вы знаете, все-таки я должен сказать сегодня правду, почему туризм у нас не развивается. Первое. У меня в программе это все есть, можно это прочитать, но я все равно расскажу. Первое, наверное, самое главное. Во-первых, нас не знают в мире. Надо больше вот эту нашу этнокультуру расширять и показывать ее. Она очень интересная, очень богатая. Кыргызская культура и ее обычаи и традиции настолько, значит, выглядят во всем мире. Интересно, когда появляешься ты в колпаке в любой стране, на тебя смотрят все люди с такой приятной завистью. И ты начинаешь гордиться этим. Второе, я думаю, как ни странно, очень банальный вопрос. Я скажу своим именем, пока мы не исправим, не сделаем в каждой школе, в каждом доме, на каждом предприятии, в каждом учреждении, современные туалеты, можно так сказать, это основной тормоз туризма. Уже настала пора поставить точку в этом вопросе. Мы сегодня видим, как артисты выступают на сцене, а потом идут во двор. Вы представляете, куда идут? Вот поэтому я говорю, что пока мы не изменим отношение к этому вопросу, чтобы в каждом доме были, мы сделаем это. Каким образом мы сделаем? Мы сделаем за счет долгосрочного, так сказать, ипотечного кредита на 30, 40 и 50 лет, который, чтобы выплачивали те люди, которые там будут жить в этом помещении. Мы сделаем это, и мы перевернем страну, страна совершенно изменится. Второе. Я считаю, что настала пора изменить название страны. Все-таки Кыргызстан многие ассоциируют с Курдистаном, многие ассоциируют и отождествляют с терроризмом, который сегодня существует в Пакистане, в Афганистане. Поэтому есть много названий, но пусть сам народ выберет, пусть люди выберут. Например, Кыргыз Каганаты или Кыргыз Ели, Кыргыз Джерри, Кыргыз Эль Косю. Но любое, чтобы не было слово Стан. Почему? Стан – это не кыргызское слово. Это русское слово и слово Фарси. А на Фарси это место переводится, а на русском это переводится, как на кыргызском, можно сказать, Кырман. Кырман, вы представляете, что такое? Это полевой стан. Вот пока мы это не сделаем, тоже к нам не будут идти туристы. Это тоже большой вопрос. Люди пугаются и отождествляют, как я сказал, это терроризм. Ну и третий вопрос, который зависит от нас, друзья с вами, наши дорогие сограждане. Просто надо нам не сорить. Посмотрите, пройдите по дороге в любую точку нашей страны, посмотрите в окно, и вы увидите тысячи бутылок, пакетов, мусора разного, который, к сожалению, не сгорает еще. Нужно строить перерабатывающие заводы, которые могли бы это перерабатывать. Нужно нам самим не сорить. Вы в городе, когда я еду, я возмущаюсь, когда из окошка кто-то выбрасывает окурок, сигареты. Я даже им сигналю, я хочу остановить и выразить им недовольствие. Арсен Абек Асамокович, оставьте еще время на интернет вопросы. Хорошо, я оставлю, но я просто горю этим вопросом, потому что наша страна такая красивая, такая чудесная. Я побывал около 70 стран мира, но всегда отмечаю, что наша красота тоже никому не уступает. Спасибо. Улыбек Тучбаевич, пожалуйста, выбирайте. Номер 4. 4. Четвертый вопрос. Твертый вопрос. Мне зовут Курманович Курманович Курманович. Если вы будете президентом, должное внимание обратите к сельскому хозяйству. В моей программе предусмотрено создание агропромышленной биржи. Сегодня, к сожалению, наша продукция за бесценок уходит за границу. И государство должно взять на себя обязательства по продвижению продукции сельского хозяйства на мировой рынок по мировой цене. И это мы реализуем. 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 Квартир в течение двух лет, нарушая статус военнослужащих. Везде получаем грубый отказ. Что вы нам посоветуете? Я думаю, у военнослужащих должен быть соответствующий статус, и они должны быть обеспечены жильем, и право приватизации у них должно сохраниться. Я думаю, что с моим приходом этот вопрос решится. Спасибо, пожалуйста. Ответ очень прост. Вопрос номер 12, Малиев. Все будет решено. Талай Гекшимудинович. Вы знаете, конечно, этот статус должен быть решен, вопрос, и вопрос приватизации должен быть решен в пользу военнослужащих, но ведь это не только по поводу приватизации квартир. Есть очень много нерешенных вопрос наших работников силовых структур. Это всех, и военных, и работников госбезопасности, и работников МВД. Они работают, получая мизерную заработную плату, каждый день думая о своих проблемах, проблемах своей собственной семьи. Как они могут защищать нашу родину? Я думаю, не только этот статус, но и привилегии должны быть решены. Если человек заслужил отпуск и вышел отставку, вышел и отдыхает, то ни в коем случае нельзя лишать его привилегий. Мы эти вопросы однозначно решим и поднимем статус работников силовых структур. Есть закон. Согласно закону, все военнослужащие, которые прошли военную службу и имеют служебную квартиру, через определенное время они имеют право на приватизацию. Если нарушается, то здесь должна работать генеральная прокуратура. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Темирал Генбайш. 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 мы можем решить эту проблему. Субтитры создавал DimaTorzok Ракет-класс. Сегодня устроиться в детский сад в школу стоит 10-20 тысяч сомов. Есть школы, которые тысячи долларов стоят. Надо этот беспредел остановить. Сегодня многие кандидаты говорят, депутаты говорят, таможенная служба где-то порядка 12 миллионов долларов кому-то заносит сегодня. Это 12 школ, это 20 детских садов. Если мы также будем расхищать наши бюджетные средства, у нас никогда не будет школ, у нас не будет детских садов. Я считаю, что этот беспредел надо остановить. Надо кончать с этой коррупцией, с этой безответственной властью. Я уже выше отвечал на этот вопрос, задевая свою программу и показывая, что в этой программе все написано. Но пользуясь случаем, что у меня есть чуть времени, я хотел бы обратиться, все-таки меня тут задел Тимир Агимач. Я никого не хотел затрагивать, но он первым задел. Я желаю всем успехов. Я оставлю пол минуты, недостаточно. Я желаю всем успехов. Я желаю всем успехов. Это не то, что вы хотите. Это не то, что вы хотите. Мы готовы. Что-то нужно, чтобы вы получаете? Вот, вы получаете. Пойдемте. Пойдемте. Извините. Если вы получаете прежде, то есть, если вы президент, то вы можете сделать это. Это не то, что мы не можем. Со времен распада Союза практически все столицы бывших союзных республик грандиозно отстроились, просто небо и земля. Когда в Бишкеке будет построен хоть один крупный комплекс или стадион, как, например, в Москве и Астане, за все годы ни одного масштабного проекта. Печально. Вот каждый раз мы говорим, мы хотим изменения, но мы голосуем за этих коррупционеров, за этих олигархов. Нужно голосовать за изменения, за молодых кадров. И я думаю, у нас город преобразится, когда придут молодые кадры. Президент, болып калсаныз, Бакиевте алып келаласыпы дейт. Увы, сегодня по поведению, манере, речи основная часть нашей молодежи деградирует. Какие программы вы намерены внедрять в нашей стране для повышения морально-нравственных ценностей в нашем обществе? Вы мне назовите ту отрасль, которая не деградировала. Сегодня абсолютно все отрасли деградировали. И нам нужны коренные изменения. Нам не надо продолжать ту политику, которую мы ведем 25 лет. Я считаю, что пришло время, историческое время поменять это все. Продолжение следует... Сегодняш cool Революция clubастана, Аларды бомба таштавастан, маға көп жерді айтып олады бомба таштап, жоқ кылыш керек бұлар деп. Андай Кылбастан бүгін Шайлөменен жақшы жолға түшуге ұчыр келді. Ошол, екі командаға жоқ деп, жаштарға доушушыңыздарды берсеніздер, Кыргызстандың елі ертен башыны бей көтеріп, Кыргызстандың елі 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 елі. Номер түрд үлікпек Кочкоровы үчін, Кыргызстандың өнігісі үчін, бұл үш берігіздер. Спасибо, Арселанды Бекасымакунович. Пожалуйста, ваше обращение. Кымбаттун, екендештер. Бүгін болса, үч күш, үч күш, үч күш бүрешіп жатат, президент болан деп. Бұл бейліктің күчі, үкіншісі, Ақчаның күчі, үчіншісі, үна маға ұқшыған таза күч. Башылан, чын мен сілердің сұраны көтетілем. Сілер, бір жолу, 15-інші Ақчаабырда, өзі өрдің, жүрегінде болған доуушығарды берсеер, жаныл байсыр. Мен ойлойм. Башыл дзердің сілердің қармавайтық қолыңыздардың директері бі, муғалимдер бі. Башыл дзердің сілердің қармавайтық қолыңыздардың негылатқан арды. Башылан, чын жүрегін өрдімні болса, башылдай доуушығарды берігіле. Рахмат. Спасибо. 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 Спасибо.